Девочка-пай Девочка-пай Приветики, мои дорогие! Кашемир, пайетки, блеск, Париж. Я думаю, не нужно объяснять, почему она невероятная гламурь. Но она невероятная. А если гламурь, то где ж, если не в Париже? Вот и музыка такая. Может быть, мне нужно сказать, почему сага. Потому что во время вязания, во время того, как я вязала ее, я сняла почти весь процесс. Весь. И я покажу вам, как оно начиналось, а чем закончилось, вы уже и сами видите. Итак, с чего все началось. Субтитры создавал DimaTorzok Модель родилась у меня в голове сразу же после того, как я получила эту неимоверную пряжу. Воздушный кашемир на шелковой нитке от Кориарджи. Просто сказочная пряжа. Ну и, конечно, королевские пайетки, когда пришли из Италии, что ж мне оставалось делать, если не придумывать мою невероятную гламурь. Дело все в том, что я очень хотела придать ей какой-то спортивный шик. Поэтому и родилась вот эта горловина. Но поскольку вы знаете, что я люблю вязать сверху, я придумала себе абсолютно другой способ вязания. То есть я вывязываю горловину почти сразу. Почти сразу после набора петель. И так сбываются мечты вязух. Пряжа сказка, песня просто. Ну а модель, вы увидите то, что я придумала. Я решила вязать ее по другой схеме. Вот видите, горловина уже идеальная. И теперь я буду просто продолжать вязать свою невероятную гламурь. Моя абсолютно невероятная гламурь. Как я придумала ее вязать? Я рассчитала по плотности вязания нужное количество петель по вот этой линии. То есть без резинки. Потом я распределила петли таким образом, что у меня есть 4 регланные линии, в которых я отделила 2 петли, для того, чтобы с двух сторон потом прибавлять. Видите? Вот здесь, в каждом втором ряду по одной петле. На перед я выделила на 12 петель больше, чем на спинку. И отвязала вот эти вот 5 сантиметров. Но очень уж хотелось посмотреть, как лягут пайетки. Потом я здесь оставила на проволоке от спиц, набрала здесь сложной кетлевкой и отвязала наверх горловину, закрыла. Для чего я это сделала? Я это сделала для того, чтобы, во-первых, это выглядит уже как законченное изделие, и его можно остановить в любой момент. Во-вторых, я просто не люблю вязать снизу. Очень хотелось связать V-образный вырез. И таким образом я решила эту проблему. То есть я вяжу сверху, но горловина она у меня уже законченная. Видите? Вот это мое плечо, вот это та же линия, два маркера, которым я выделила, вот эти вот две петли. Видите, вот здесь две петли, из которых я вяжу в каждом втором ряду. Вот это у меня был провязанный росток. В каждой полоске я провязала по одному поворотному краю. В этом изделии больше нет необходимости. Сейчас оно провисает, здесь немножко маркеры. Вот, вот это вот моя спинка. И теперь мы будем расти. По тому объяснению, которое было, вы поняли, как я вязала горловину и как я вывязывала росток. Я не хотела, чтобы у меня полоски сзади совсем поменяли здесь свою форму. Поэтому я добавила только по одному рядочку. А все остальное я в спинке наращивала потом. Вы об этом узнаете дальше. Но я хочу еще раз уточнить про горловину, потому что так получилось. Я не сняла, как я ее вязала. Но здесь и нет ничего сложного. Ложной кетлевкой после того, как я набрала вот здесь, я просто вязала на трех видах спиц. Я сначала начинала вязать вот здесь. Я набрала на три с половиной, потом вязала на четыре, потом перешла на три с половиной, три, и закончила самыми маленькими спицами, которые у меня есть, номер 2 и 2. И потом закрыла вот здесь итальянским набором. Видите? Итальянским закрытием иголкой, простите. Вот так я ее вязала. Если у вас будут вопросы по поводу вот этой центральной петли, у меня на канале есть видео, которое называется «Идеальная горловина». Я в Пусвонча вязала точно такую же центральную петлю, и там в видео я показываю, как я делаю рокировку петель, для того, чтобы вот эта вот петля, она получалась такая вот красивая. Я ее не провязываю, я ее одеваю на две провязанные петли. Посмотрите, пожалуйста, в видео у меня на канале. По вот этим четырем линиям, которые у меня есть, то есть средина переда, средина спинки, и вот два плечевых шва, я вязала четыре линии. И сейчас я вам покажу видео, в котором я рассказываю, как я вязала вот эту вот центральную петлю. Очень часто спрашивают за эту центральную петлю, но это не одна петля, это остатки от двух. Вы часто спрашиваете, как я делаю прибавки из центральной петли. Дело в том, что это не одна петля. Видите, я оставляю, я маркерами вот так выделяю, две петли, из которых я буду делать прибавки. Я вяжу, дохожу до этих двух петель, и тогда у правой петли, и с правой стенки нижнего ряда, видите, откуда я провязываю петлю. Теперь я снимаю маркер, провязываю эти две петли, опять снимаю маркер, и тогда из нижнего ряда левой петли я достаю левую дужку, видите, провязываю ее. И вот тогда смотрите, что у нас получается, что от правой петли у нас осталась левая дужка, а от левой петли правая, и они вместе создают видимость центральной петли. Вот так я делаю прибавки, симметричные. Вот это мой рабочий лист, и на рабочем листе я всегда сначала делаю расчеты, а потом делаю пометки. Видите, вот это вот те четыре линии, я посчитала по моей плотности вязания, набрала 200 петель, и по моему расчету у меня в тушке должно было быть 109 петель, а получилось 113, а в рукавах у меня было 90 петель плюс 13 подрез, а по расчету по толщине руки и по плотности вязания это должно было быть 80. Поэтому я всегда делаю примерки на фигуре и вам советую для того, чтобы не ошибиться. Сейчас я вам вот так вот, дорогие мои, покажу этот лист, а потом еще вставлю фотографии, чтобы вы могли увидеть. я очень хорошо помню, как я на пусвонча распускала рукав. Распускала по одной простой причине, что я тогда не знала, что рукав, который связан по косой, а здесь именно рукав, связанный по косой, на него нужно большее количество петель. И я для вас сняла подробное видео, как я мерила, как примеряла и как отделяла рукава. Перекинула мою сумасшедшую, невероятную гламурь сейчас на длинную леску, для того, чтобы проверить свои расчеты, потому что мне осталось до моих 596 петель прибавить всего 32, то есть в 4 рядах сделать прибавки, и потом вот здесь уже делать отделение рукава. Но я всегда на этом этапе проверяю, проверила ли я расчеты свои, правильные они у меня или нет. Видите, уже два подтона в цвете полосок, розовый и зеленковатый. Шикарно получается, конечно. Мне ну нравится жутко. И я хочу вам показать что-то еще, как я вяжу, не заморачиваясь. Вот этот чудесный щетчик от Викенти, это у меня начало ряда, то есть 1 единичка нет прибавки, 2 есть прибавка, а вот этот щетчик мой, я на нем отмечаю количество прибавок. Я закончила тот этап, когда я делала прибавки в каждом втором ряду по 4 линиям. Я вышла на нужную ширину, видите, я вот так вот положила сантиметр, проверила. Я померила на фигуре, и вот здесь вот булавками я закрепила, проверить, чтобы у меня прошел рукав. Видите, спинка вот здесь вот шире за счет ростка, то есть, ну в общем, все получается идеально. И на этом этапе я хочу вам показать, как я определяюсь шириной рукава, потому что по опыту Пусвонча я знаю, что отделять вот здесь расчетное количество петель, рукав получается узкий, я уже его по этой причине перевязывала. Поэтому я ложу сантиметр, вот так, 90 градусов к плечевой линии, и учитывая все прибавки, которые у меня еще будут, то есть подрез, это та ширина рукава, которая мне нужна. Почему? Потому что рука наша входит вот так, и если рука моя входит вот так, так я ее должна и мерять, не вот так. Видите, какая разница? Смотрите, вот так и вот так. То есть, нужно определять здесь ширину рукава. Я предлагаю методом примерки, потому что не получается это рассчитать. У меня, во всяком случае, не получилось. Так что, ну вот, растет моя гламурь невероятная. После того, как я отделила рукава, я прибавила вот здесь вот на подрез 13 петель, 6, одну боковую и 6, я начала вывязывать свои бочка. И здесь была вся задумка в том, чтобы от бочка, от подреза, начать присоединять переднее и заднее полотнище, до тех пор, пока они не приходят на средину переда и спинки. Перед и спинка у меня к этому времени получились по 113 петель каждая четвертая часть, поэтому все получилось очень точно. И я сейчас вам покажу, как я вывязывала вот эти бочки. Я покажу вам, как я делала развороты. Я делала развороты в каждой третьей петле с лицевой стороны. То есть, нитка всегда на лицевую сторону. Итак, видите, я уже один бочок отвязала. И сейчас я вам хочу рассказать, как я это делаю. То есть, я когда вышла на нужное количество петель, я примерила, вы это видели, я уже отделила рукав. Я, конечно же, его сейчас распустила нитку, потому что, когда я вяжу, то рукав находится вот в таком состоянии. Я позже покажу вам, как я вяжу. Итак, я отделила рукав. Я сделала вот здесь. Видите? Я сделала подрез. Это у меня имитация бокового шва. Мы видим это с изнанки. Вы видите, у меня очень много маркеров, потому что, чтобы не заморачиваться. Я люблю ставить много маркеров. Итак, я вот здесь сделала на дополнительную нить. Я набрала подрез. Видите? У меня здесь 6, 1 и 6. И потом я начинаю методом оборотной петли. Я довязываю. Провязываю лицевой ряд через 2 в 3 разворачиваюсь. Вяжу изнаночный ряд. Опять через 2 в 3 разворачиваюсь. И так я вяжу свой бачок до тех пор, пока я не выхожу на средину переда, не соединяю средину переда и средину спинки. Видите? Вот это уже одна половина у меня дошла как раз до того места, где у меня, помните, это же не центральная петля, это 2. Поэтому вот как раз ту одну, которая относится к этой стороне, я уже провязала. И по переду, и по спинке. И сейчас я вам расскажу, как я делаю разворотные петли. Я хочу вам сейчас рассказать, как я вяжу бачок. То есть, я набрала вот здесь от своей дополнительной нити тот подрез, который у меня был, 6,1,6. Я всегда возле... Я вообще люблю очень много маркеров, я вам уже говорила. И вот я здесь тоже возле той петли, которая имитирует боковой шов, я тоже поставила маркер, потому что ниточка лохматая и очень часто пропускаешь, а потом менять надо. В общем, я не люблю. Я ставлю маркеры и так я просто не заморачиваюсь. Итак, вот здесь вот я набрала свой подрез и я начала присоединять разворотной петлей в каждой третьей петле вот здесь вот я начала разворачиваться, присоединяя тем самым к своему подрезу переднее и заднее полотно. Итак, как я это делаю? Видите, вот это у меня лицевая... Я сейчас с лицевой стороны. Нить я буду оставлять перед работой, то есть с лица. И я здесь тоже обязательно ставлю маркер, потому что у меня уже была такая ошибка, когда я просто пропустила ту петлю и очнулась тогда, когда я уже дошла почти до середины переда. Поэтому мне это не подходит, мне не трудно поднять, поставить маркер, снять маркер. Знаете, это не те заморочки, за которых нужно переживать. Вот смотрите, я сейчас дошла до своей разворотной петли предыдущего ряда. Видите, вот это моя последняя петля, та, которую я не провязывала. Я сейчас провязываю ее лицевой, поскольку у меня ряд лицевой. Я снимаю маркер и я провязываю еще две петли лицевой. Вот одна. Мешают пайетки, королевские везде скачут. И вот вторая. И теперь я в лицевом ряду и я оставляю нитку вот так перед работой. То есть, я снимаю сейчас петлю. Видите, нитка перед петлей. Вот таким образом. Я разворачиваю свое вязание, потому что я сейчас перехожу в изнаночный ряд. Я ставлю тот маркер, который я сняла. И сейчас я буду вязать свой изнаночный ряд. То есть, первую петлю, ту, которая поворотная, видите, ту, которая я развернулась, я ее просто снимаю и дальше вяжу изнаночными петлями весь мой изнаночный ряд. Сейчас я вам покажу, как я вяжу изнаночную поворотную петлю. Я заканчиваю мой изнаночный ряд медленно и уверенно приближаюсь к своей разворотной петле. Видите, вот это вот моя последняя петля, которая была разворотная. Я в изнаночном ряду, я провязываю ее естественно изнаночной и я снимаю маркер, он мне сейчас пока не нужен. Теперь я вяжу две петли изнаночными, поскольку это у нас изнаночный ряд. Видите? И сейчас я делаю в третьей петле разворот. Я снимаю петлю, оставляю нитку за петлей. То есть, видите, я сняла петлю, а нитка за петлей. Я снимаю петлю, вывожу нитку вперед и разворачиваюсь. Вот теперь, после того, как я развернулась, видите, я развернулась, я ставлю опять маркер, чтобы потом его не пропустить в следующем ряду. Снимаю свою первую разворотную петлю и теперь вяжу опять лицевой ряд. То есть, все петли лицевыми до тех пор, пока я не дойду до следующей своей разворотной петли. И так вот я вяжу, присоединяя переднее и заднее полотно к своим углам до тех пор, пока я не дойду в переднем и заднем полотнище до центральной петли. После того, как я дойду до центральной петли, я объединю это в круг. Вот так. Оба бочка отвязаны. И сейчас я буду приступать к рукавам. Видите, когда я вяжу бока, то рукава у меня вот в таком состоянии. Я снимаю на нитку, туго завязываю. И здесь же подрез. Я знаю, сейчас вам ничего... Вот подрез. Видите? И рукав с другой стороны. Я уже сняла его на спицу. Причем я буду сегодня пользоваться первый раз короткой леской и спицами, четверкой, а не пятеркой. Специально заказала для рукавов. Посмотрим. Так что вот я сняла на леску. все петли. Подобрала петли бочка. Видите? И теперь буду приступать к вязанию рукавов. Все отлично. Итак, после того, как я провязала свои бочки оба и объединила вязание в круг, я перекинула все свое вязание на леску и начала вязать рукава. У меня есть подробное видео там дальше, как я провязываю подрез без дырочек, как я вяжу вот эту центральную петлю, как я делаю убавки по петле бока рукава, потому что косой рукав, рукав связанный по косой, это тот рукав, когда я с одной стороны по центральной петле я прибавляю в каждом втором ряду, а с вот этой изнаночной стороны я убавляю в каждом втором ряду, и так я получаю косой рукав. Видите, я и резинку тоже здесь делала на рукаве, тоже по косой, и использовала несколько номеров спиц, от больших к маленьким, и тоже здесь вот я сделала видите, итальянское закрытие вот такое, и ну в общем рукав у меня получился бесподобный. Сейчас я вам монтирую здесь видео, которые подробно рассказывают этапы, показывают как я вязала рукав. я хочу вам показать как я провязываю вот здесь это петли подреза, это первый круг, я только собрала их с нитки, и как я провязываю, чтобы у меня не было вот здесь вот дырочки, это петли те, которые я собрала рукав по кругу, и так я подхожу вот смотрите к этому месту, провязываю еще одну петлю, и видите, вот такое вот большое расстояние получается, что если я сейчас провяжу вот так, то вот здесь вот получается дырочка. Для того, чтобы у меня этого не произошло, я вытаскиваю отсюда петлю, видите, вот эту вот петлю, я ее одеваю перед петлей подреза первой, но я ее одеваю не вот так, а я ее переворачиваю, и после того, как я ее одела и перевернула, я первую петлю подреза, и ту, которую я подняла сейчас, я их провязываю вот так вот вместе, и тогда получается, видите, у меня здесь совсем нет дырочки, то есть, я дальше продолжаю вязать подрез, как обычно, и у меня просто уже не будет дырочки. Вот теперь вторая угловая петля подреза, то есть, для того, чтобы ее опять же не было дырочки, я вот отсюда вытаскиваю ту петлю, которая, смотрите, я ищу ту нитку, видите, которая, когда я ее вот так вот подтягиваю, смотрите, это та петля, которая вот здесь у меня будет натяжением, я опять ее перекручиваю, вот так, это обыкновенная, и я провязываю их вместе, видите, вот так, и у меня опять не будет никакой дырочки, то есть, так я провязываю свои угловые петли возле подреза, чтобы у меня, я знаю, сейчас вам здесь вот эта пайетка мешает, вот так, видите, то есть, у меня нет никаких дырочек совсем. итак, рукав углом, рукав углом, это тот угол, как мы уже говорили, это тот рукав, в котором мы с одной стороны, там, где у нас боковая петля, мы убавляем две петли, а с другой стороны, там, где у нас та центральная, которая мы делаем прибавки, от которой у нас уходит угол, то есть, мы с одной стороны прибавляем две петли, с другой стороны убавляем две петли и таким образом у нас образуется угол сейчас я вам покажу как я это вяжу кстати я вам говорила я первый раз вяжу рукам на укороченной спицы то есть та которая 10 сантиметров длину четверка и она честно говоря она очень удобно вот так вот видите она сидит в руке ну совсем удобно очень спица короткая поэтому здесь не нужен magic клуб видите рука вяжется совсем вот так вот по кругу и очень удобно мне очень во всяком случае удобно и так я ставлю помните себе вот этот вот маркер который у меня здесь начало ряда и начало изменения сейчас я довязываю тот первый ряд в котором у меня не было прибавок то есть я довязываю этот ряд и после того вот я сейчас перебрасываю маркер на двоечку видите очень удобно не забывается ничего я перевязываю спасибо викентия за такие маркеры чудесные и я начинаю вязать смотрите вот это вот у меня боковая петля то есть та петля которая у меня имитирует бог рукава я ее провязываю обыкновенно изнаночной и для того чтобы у меня вот здесь вот получалось красивая петля то есть я искала этот вариант я сначала вязала обыкновенно вот так то есть заходила вот отсюда для того чтобы у меня были одинаковые убавки но потом я пришла к выводу что мне это не хорошо недостаточно и петля не ложится совсем так как мне нравится и поэтому я провязываю так я перебрасываю вот эти две петли вот таким вот образом и потом провязываю их вместе лицевой вот видите как она перекручивается вот так вот красиво и ложится и так у меня первая убавка прошла дальше я вижу обыкновенно пока я дойду сейчас до того места где я должна прибавлять до угла я провязала половину рукава и вот я медленно подхожу или быстро неважно я подхожу к центральной петли очень часто кстати спрашивают про эту центральную петлю которая видите вот у нас образует вот такие вот прибавки но это не одна петля это половинки двух петель которые я выделяю вот так вот маркерами для того чтобы с ними потом не сбиваться опять же мне так удобнее и вот когда я подошла сюда я из нижнего ряда из предыдущего ряда вот так видите я достаю правую стенку петли и вывязываю из нее лицевую теперь я перебрасываю маркер провязываю 2 лицевые опять перебрасываю маркер и теперь из предыдущего ряда я достаю левую стенку видите петли и провязывая ее лицевой теперь смотрите что у нас получается сейчас я провяжу несколько петель для того чтобы вам было лучше видно у нас получается что для образования вот этой вот центральной видимости центральной петли она у нас образуется из тех двух стенок предыдущего ряда то есть у нас от правой петли остается левая стенка от левой петли остается правая стенка и вот они образуют нам вот такую вот центральную петлю которая видите вот так вот выглядит и я продолжаю вязать сейчас мой рука я провязала еще пол рукава и я подхожу к маркеру своего боковой своей петли видите вот у меня осталось еще две петли которые я просто провязываю вот так вот вместе и тогда они у меня направляются к боковой петли я перебрасываю маркер на единичку это значит что следующий ряд я вяжу без прибавок и продолжаю свое вязание вот так я вижу свой рукав по кругу рукав по косой вот это вот еще раз я вам покажу вот это вот моя боковая моя боковая линия видите и вот так вот к ней собираются мои боковые прибавки и вот это булавочки на рукаве вот это у меня было всего пять убавок которые я делала для того чтобы сделать рукав чуть поуже то есть если я вязала косой рукав и в этом боковом шве я делала в каждом втором для того чтобы сохранить костяну видите какой у меня получился здесь рукав вот такой вот очень красивый мне нравится то вот для того чтобы убавить сделать еще эти пять убавок они у меня были в каждом ряду в этих местах в дополнение к тем вот это вот мой угол рукава 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 и ну все это вы еще увидите я ее сейчас отправляем стирку вот это моя спинка и сейчас очень интересный момент после того как я провязала рукава и все же было объединен объединено в круг то есть я уже померила на себе этот свитер так как я хотела чтобы он сел и тогда я специально снесла плечевую линию вперед для того чтобы не расширять плечи вот так вот визуально чтобы они чуть сломались и вот это вот то что дало мне именно вот такие фалды на спине ну в общем это то что посадила мне так как я хочу и когда я померила то стало понятно что я буду наращивать спинку и сейчас я тоже в монтирую видео чтобы вы посмотрели как я ее наращивала моя невероятная гламурь перешла в свою последнюю и самую завершающую стадию видите перед уже отвязан низ я обработала иголкой и итальянским закрытием специально но все выравняется я проверяла рукава посмотрите они уже связаны видите и теперь я перехожу к вязанию моей спинки спинку не нужно наращивать потому что обратите внимание видите как у меня вот здесь вот бачок вот это я сейчас буду спинку вывязывать удлиненными рядами вот я уже два сделала и так я закончу свою гламурь гла-мурь Просмотрела сегодня отснятый материал и пришла к выводу, что у меня есть слова-паразиты. Прежде всего, я почти каждый свой материал начинаю со слов «и так». Ну, вроде как на уроке, но когда это 20 раз подряд «и так, и так, и так, и так», это начинает раздражать. Прошу прощения, постараюсь без слов «и так». Сегодня я хочу вам показать, как я делаю укороченный ряд. Я наращиваю спинку и делаю укороченные ряды. Сейчас я в лицевом ряду от центральной петли в две стороны я отсчитала и поставила себе булавочки для того, чтобы не ошибиться и чтобы укороченный ряд у меня был симметричный в обе стороны. Я подхожу к первой булавочке и в первой булавочке я не вяжу ничего. Я вяжу просто ровный ряд. Я ее прохожу, потому что первый мой разворот, он у меня будет в лицевой петле, но второй булавочке. А потом в изнаночной петле. Булавочка. Я довязала до булавочки. Я разворачиваю сейчас мое вязание. Снимаю петлю и перетягиваю нитку. Видите, вот так. Просто перетягиваю нитку туго и начинаю вязать свой изнаночный ряд до булавочки в начале разворотного укороченного ряда. Я подхожу к разворотной петле в изнаночном ряду. Вот сейчас еще несколько петелек провяжу. И я уже возле своей булавочки. Видите, я провязываю изнаночную петлю. Опять разворачиваю вязание. Главное, чтобы она сейчас не убежала и чтобы нитка не перепуталась. Да, вязать напротив камеры это не совсем удобно. Вот видите, смотрите, булавочка осталась на правой спице. Вот это та петля, которую я провязала в изнаночном ряду. И теперь я опять в лицевом ряду. Я снимаю эту петлю и теперь нитку затягиваю вперед. То есть изнаночную петлю я затягивала нитку назад, а теперь я затягиваю вперед и продолжаю вязать мой лицевой ряд. Мне очень удобно, что я ставлю булавочки. И тогда, вы знаете, нитка бывает пушистая. И даже с обыкновенной ниткой. Всегда, когда подходишь вот к этой петле, в которой развернулся, у меня было несколько раз так, что я ошибалась. И потом начинала ее смотреть, как вязать. Поэтому теперь, когда я ставлю булавочки, мне очень легко, потому что я знаю, что вот те две петли, которые я вижу, как две, это те две петли, которые образуются разворотом. Сейчас я к ним подхожу и я вам покажу. Вот я подхожу сейчас к своей той первой петле, которая у меня была разворотная. Смотрите, как они здесь все сейчас похожи. И вот эта вот моя булавочка, которую я поставила, она мне очень помогает не запутаться. То есть я вам уже 20 раз говорила, я не люблю заморачиваться. Вот я вижу, что перед булавочкой вот эти вот две петли, как будто бы, которые кажутся две, это та одна, но которая развернулась. И теперь мне нужно просто посмотреть, как ее провязать, для того, чтобы она легла красиво и не перевернута. Видите, теперь я для того, чтобы потом видеть, где я делала прибавки, я вот так перебрасываю эту булавочку сюда и просто продолжаю вязать сейчас. Вот я ее перебросила. Продолжаю вязать свой лицевой ряд. И следующая моя петля, которая будет, она у меня будет перед булавочкой с другой стороны, но она уже будет у меня в изнаночном ряду, потому что лицевую я провязала. Она, видите, она у меня сейчас сброшенная уже вот здесь со спиц. То есть я знаю, что здесь я уже провязала, здесь мне уже ничего вязать не нужно, и ряд будет обыкновенный. И сейчас я провяжу, и мы посмотрим, как я буду вязать это в изнаночном ряду. То есть самое главное, когда мы провязываем вот эти вот оборотные петли, видите, я вам покажу поближе, она получилась ровная, то есть ее совсем не будет видно в изделии. Я провязала свой изнаночный ряд и медленно, и уверенно, или опять же быстро. Я подхожу к той петле, где был разворот. И я помню, что у меня эта петля перед булавочкой, видите, вот здесь она у меня перед булавочкой. Смотрите, как они похожи, и как легко сейчас их просто провязать, и получится, что я добавила петлю, а мне это не нужно. И я провязываю, я должна их провязать вместе. Итак, вот эта вот петля, это та, которая обыкновенная, а вот эта, видите, вот такая вот петля, это та, которая была перекручена. И мне ее сейчас нужно провязать таким образом, чтобы она с лица не была перекручена. Я вот так вот захожу, как показать вам, вот так. Я вот так захожу, и провязываю ее изнаночной. Теперь я перекину булавочку, чтобы видеть, где я это сделала. Видите, вот так. И просто продолжаю вязать мой изнаночный ряд. То есть я таким образом, простите, я таким образом сделала укороченный ряд. И сейчас я вам покажу результат. Видите, вот так вот. То есть абсолютно не видно, где это было. Тем более, когда оно еще пройдет всю свою обработку и все прочее, то совсем не будет видно. Сейчас я вам покажу вот эти вот булавочки. Видите, где я делала вот эти вот свои прибавки. Я под разворотные ряды, простите. Потому что я наращиваю сейчас спинку. Вот так. Видите, я потом вам сделаю фотографию. Ну что, дорогие мои. Закончила я вязать свою невероятную гламурь. И прежде, чем отправлю ее в стирку, хотела вам показать спинку. Наращивание спинки. Видите, вот это вот у меня стоят мои булавочки, мои укороченные ряды. И так у меня получилось. Вот сначала это было здесь, потом чуть длиннее, длиннее, длиннее. И так я сейчас вам посчитаю. Я сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6, и потом вот здесь 7. 7 укороченных рядов я делала для того, чтобы нарастить спинку. Вот моя спинка. Видите, как она красиво лежит и фолдит? Ну, я вам и фотографии, правда, ну, вы же понимаете, израиль, лето, сфотографировать это сейчас так, как хотелось бы на себе. Я не могу. Ну, летнее настроение все-таки. Но вы видите, как она фолдит и как она красиво лежит. Это именно вот этот прием наращивания спинки и перенос плечевой линии на переднее полотно. Вот, наверное, и все, что я хотела вам показать. Видите, вот здесь у меня разрез, который я обрабатывала разрабатывала полой резинкой. Закрытие тоже итальянским набором. Смотрю вот на нее и думаю, господи, ну, вроде как уже все вам сняла, все показала. И даже не знаю, удалось ли мне вам передать то, какая она действительно невозможная, неимоверная. Просто, ну, ну, вообще, жить вот в ней. Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно же, по отснятому материалу вы и сами понимаете, что расстаться с ней мне тяжело. Она мне так нравится, но я просто с ума по ней схожу, как она мне нравится. Я очень надеюсь, что вам все понятно, все, что могла объяснить, я объяснила. И вот это моя невероятная гламурь. Я желаю вам связать ее в кайф, потому что все нужно делать в кайф. удачи вам, дорогие мои. Музыка. 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 Музыка.